всем привет только кузя хватит жопу мыть мы и жопу вылизу и там наверно как ушки у него у него иногда бывает а точно какушек и воняет выбрышки по прицепляются говно дать а у него какушки надо вырезать как прошло свидание всем интересно то никак не впечатлилась от ими у тебя потешок прилик дай гляну да он не дает жопу пощупать это только соням уже торцов не дает мне нет никак не прошло мне мы друг друга не впечатлили короче не ну так мило кют приятно на из ящи у меня хороший ресторан а я побегала вчера стала побегала а по себе я всегда так исты хочу ну часа через два я век напарилась супа гренки с чесноком ну не честно не честно позже поела короче хлеб с маслом с чаем сожрала в общем вообще так наелась пошла в ресторан вообще не сытая к свиня и он говорит давай заказывай себе там то то это не я только чай то и хорошо я не хочу он учет и он себе заказал еду сам пожрал я не хочу я их в ланч я и у меня был обед не хочу я а потом до дома пришла после свидания и так проголодалась шаще его гренки с чесноком на на 4 штуки как у вас погода минус 8 потому что он может поэтому лежит что может что лежит шоу милите сейчас бабушка доиграет будет батлы проситься привет и на короче ну такой не знаю номерами обменялись но еще не переписывали не знаю мне мне он не впечатлил я как сейчас заработаю в канаде если вы знаете английский язык прекрасно работы полно без языка работы нет влад пришел от спасибо матрас лежит да кстати на в середине он трошки расправился по бокам видишь как это положила на пол потом постираю он кстати уже из на матрас никому идет поставляешь кто хочет посмотреть видео про матрас смотрите последние влад подарил не матрас и соседка падла прикарманила ты представляешь я не видела твою фамилию чтоб ты пиздишь не видела ты фамилию ну как ты не видела две большие печати вот этих стоят она уже знает мое имя и фамилия ты слышишь не видела мою фамилию вот уже ты писаешь хотелось пиздить матрас думала полежит день к 3 и я себе его заберу так он же тяжелый тишина дащи запарты себе в гараж а нашего еще это попробовать его надо запарты ты что не могла постучать алла это не тебе матрас тоже хитрая да как вы думаете хотелось пиздить чине опрос опрос социальный опрос хотела как она не видела мою фамилию увидела там все была моя фамилия 2 тем более печати как можно у соседей спиздить ну ладно у кого-то чужого ну соседка у тебя под низом ты а в амазоне всегда фотографируют это ж надо еще его запереть к себе в гараж подпихнуть я его еле допихала до своей двери пиздец она уже в думках на нему спала ну да слышишь ее гараж около моей двери ну вот так три метра входной просто я живу она наверху живет это бабка она вообще бабка у меня получается выход и сразу ее гараж 3 метра и кинули до ее гаража тоже сша надо его еще подпихнуть он тяжеленный я его еле три метра до тяну вы видели видео от сша на себе его еще в гараж хуй знает куда он же был у нее не с краю в гараже влад а у туда аж сша на его подпихнула и думает все канаде тоже такие люди что-то ворот я не знал меня ничего не воровали но вот это короче соседка очень странная представляешь как это ты ну-ка для три метра у тебя гараж посылка я живу три метра ты что не можешь постучать сказать am sorry это не ваш пакетч нет будем знать да 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 надо все проверять как узнала что он там ну посмотрите видео последний влад написал и прислал фотку что он лежал у нее гаража это ее гараж он прислал мне фотографию с амазона как всегда никому нельзя доверять нельзя но я тоже мало кому доверяю но все равно я доверяю я все равно верю в хорошие я верю что люди хорошие я сама так не сделаю я я просто хочу сама не могу делать я я просто поражаюсь как это можно так для в новую прикинь она бы его открыла а если бы вот она его открыла принесла дома все я бы его никогда не нашла ну да я бы его уже не нашла пошла как бы я доказала может кто-то спиздил возле гаража ну оставили кто-то украл все по он был очень тяжелый она худенькая маленькая и она бы его она его успела дотащить какой-то жук навозный да туда в глубь гаража она не знала что это если бы она знала что это матрас она наверное его раскрыла бы соседка ну что вернули бы деньги с амазона да у меня у сынов с подъезда за десять минут возле двери спиздили малого новая кузя точно выкусил как котяшок так все хорош я же говорю сидел и вкусовал ой боже а боже глядя он еще мягкий кузя пусти меня ты где она в туалете сидит вот это придется в раковине в кухне быть он пушистый у него иногда говно около жопы остальным как прилипает мы софия этим занимается она ему он мне не дается вообще а ей дается и вообще доверять свою жопу мне не знаю почему я никогда его не обижала не била она берет спокойно ножницы и вырезает ему какашки а и мне даже я только торкаюсь он сразу я девочки бывают сами соседи пизде бабки тоже подвели они но она странная она странная она на дешево как там и когда первый месяц жили мне пишет хозяйка этого дома ну лендлорд алла мол на вас жалуются соседи что вы громко слушаете телевизор что вы кричите а мы вообще не кричали у меня софия очень тихая я тоже у меня тоже был он ходил ко мне мы вообще не кричали мы очень тихо себя ведем я вообще тихий человек ну ну вот как эфиры виду но я ж не ору а так в быту у меня нет телевизора музыку мы слушаем каждый в наушниках я даже видео подкасты я слушаю в наушниках она такая у вас громко телевизор был один раз я один раз за все время это очень редко когда я включаю музыку обычно слушаю в наушниках и то я ее не громко и она взяла нажаловалась короче что мы слушаем музыку а она вообще курит траву в хате и она к нам через вытяжку идет но я вообще не жаловалась и короче а и орет постоянно она еще постоянно рет на свою собаку как ненормально и потому что она ее бьет собаку собака визжит она это собака какая-то баллонка облезла и это и в общем она мне говорит вы громко себя ведете эх я как но я никого не трогаю первое честно даже что она на собаку орет даже что она там курит траву я потерплю ну как бы ну соседи ну хер с ним открою окно проветрю не так сильно воняет здесь везде траву в принципе вами на собаку орет ну хер в одну дарю тари не ночь уж орет это но очень слышно так я днем включила и я короче их я как давай я все рассказала и туши траву курит и на собаку орет и постоянно это короче и все больше жалоб не было а еще такая говорит они слишком много мусора вы уложит в этот в пакет у нас общий бак они мусора много может слышишь так что мне вообще не ложится возьми с ними видео а зачем мне снимать видео то сейчас что я буду снимать как она на собаку орет поделать во первых днем она может орать сколько хочет я на это не обращаю внимание я думаю так мирно я вообще очень мирный сосед я ни с кем не ругаюсь ничего спиздить на то ну да она странно она курит траву все время я на лесбиянка не и тут короче жили сначала две бабки но это мне был сказал что они лесбиянки я не понимаю я думала что может они подруги они курят траву одна такая как филиппинка 1 это я не все время курят траву слышишь то две бабки живут или одна на дна и и софи горит лесбиянки а как вы понимаете что они лесбиянки свидание прошло хорошо все было мило приятно мило приятно такой хороший парень но мы друг друга он меня не зацепил ничем первых он мы грызем он во первых хотел я так поняла что он хотел секс на он даже ресторан снял но и ресторан меня пригласил я подъезжаю а ресторан под гостиницей но гостиница сверху снизу ресторан ну поняли как-то как-то мне сразу это не понравилось ну он наверное думал что я он сначала сидел напротив потом пересел ко мне пытался ко мне че обнять дышал не на ухо я никак не отреагировала вообще я такое не люблю чертишок на первом свидании лезет дышит мне на ухо ну и шо ты чужой мужик ты что с ума сошлась бы меня тронул я был он сказал могу я заплатить за ум я говорю о вкус я пила только чай я так наелась дома софия суп такой вкусный сварила вермишелевый с мясом на лупень делась супа и пошла сыта я говорю а он летит мои мне мои титьки мне надоели сиськи я я я бы убрала с удовольствием честно вот если кто-то сделал бы мне операцию чтоб их убрать я убрала я вам клянусь ну бесплатно и чтоб нафиг они нужны бегать без них как хорошо я никого соблазнять уже не собой мне она не надо 300 лет ну как бы ну как бы смотри она там прыгает и проигрывает навязывался там нет канаде навязываться не будет тут так не принято пока я ему не позволил они ко мне не будет датрон ко мне не дотронулся немножко до руки и мне это тоже не понравилось ну чё ты трогаешь мои руки я не давала согласия сделать бесплатно сходи к врачу не ну конечно то я так загнула что полностью убрать ну хотя бы первый размер схожу я буду старше схожу немножко сейчас я пиар там получу чуть-чуть тут устаканится у меня все материально я схожу честно скажу мне мешают и грудь мне она правда мешать большая грудь это ужасно во первых неудобно спать все под грудь подкладываю подушечку потому что они в бокс висают очень больно тянет ночью так потянет что аж это потом постоянно под ними потеет нужно все время мыть как больше чем подмышками я бывает душ принимаю только из-за сисек ну потому что под ними надо мыть два раза в день потом что еще ну бегать неудобно спортом неудобно заниматься и потом они еще и весят 4 или 5 килограмм 2 можно кровь сдать и мутация помидоры на это к за люди черт возьми не нравится мало будете опыт на следующие свидания тамара скрипка я очень опытная во всех свиданиях я жила 12 лет одна я ходила около тысячи свиданий своей жизни худеть надо кому тебе худей спина болит я поэтому стала спортом заниматься штангой потому что спина болит во первых во вторых сутулость вообще я сутулюсь из-за груди у меня три ясва и обрезал 20 лет назад стала летать делаю все бесплатно по состоянию дорог вот я хотела сказать но без твоего согласия не хотела говорить алла обрезала себе грудь у нее был шестой размер дала а сейчас маленький она говорит я стала летать это же никто не знает как это тяжело когда большая грудь смотрите что у меня на плечах за всю жизнь вы видите вот это вот это вы видите вот это это же от брутой биртелька бюстгальтера видите вот эту дырку вот это же она все переживает потому что держит 45 килограмм а я хочу себе сделать такую операцию мне они не нужны абсолютно здоровенные у меня пятый я не знаю я к юмэн одела пижамные штаны снизу я не знаю наверно пятый или четвертый я не знаю обе я очень люблю бегать если вы знали как не тяжело бегать с ними я одеваю два лифчика очень сильно их притягиваю что мне нечем дышать их стягиваю прям 20 а спортивный бюстгальтер как тяжело подобрать у меня один уже 6 когда у меня примет а самуэл ни разу не появлялся хотя шпак мы друг на друга подписано пошли армяне мужчины добрые щедрые женщин любят будут хорошо донатить спасибо за розы вы мне подобает спасибо я люблю армян но один армянин меня наебал рассказать сейчас расскажу историю вот расскажите мне историю я вам расскажу на деньги меня кинул я серьезно говорю он был хозяин ресторана мини заплатил деньги я на него отработала полтора месяца бегала за ним давать зарплату мне как его звали я уже забыла блять забыла как его звали у него было хороший повар шеф-повар тигран мы с ним кстати до сих пор дружим прошло восемь лет фейсбуке он не пишет комментарии а этого я уже и забыла как шеф-повар у меня учил много чему а этого я забыла как звали ну короче в армянский ресторан меня взяли я красивая ко мне там один стал очень короче у них там один мужик есть ему 30 лет он неженатый я уже тоже забыла как его звать короче у него это зубы ну и такой глаза на выкате знаете как у жабки и такой и они хотели он ко мне начал подкатывать ну и короче подкатывал подкатывал типа давай а еще он видел что я в тиндере было нашел меня муж рядом там жили в одном городе он такой в тиндере есть а что ты со мной на свидание не идешь ты ж типа ищешь мужа я говорю так я ну блять пойду значит ты мне не нравишься а и он короче такой страшный еще у него бородавка вот здесь но ему 30 лет и они все его все это армянская бригада не могут на як же ныть его не могли что он ездил там по невестам по армянским но не все граждане россии были армянским диаспорам никто его там до него не выходила я лишь он там потраху такую вдову 55 лет не стал типаж заигрывать ну короче заигрывал заигрывал там а я никак и возил меня домой на машине ну возишь везде он был тоже повар холодного цеха это и короче потом как-то шеф тоже стоит он ко мне это я говорю ну а что ты ко мне поженись говорю по я шефу говорю пусть на мне женится чем подкатывать женится потом секс и они короче он на меня так шеф посмотрел типа еще чего слышишь они считают наших женщин что типа они такие не должны так давать а сейчас уже не но он такой при деньгах этот был страшный наружение есть потом секс и вот такой в шеф посмотрел и в общем он меня это как-то так не очень ко мне стал относиться и потом короче я на портачила я я была я хорсину пекла красиво выпечку дело я взяла перепутала соль с сахаром ну бывает такое у повара я перепутала соль с сахаром и вместо сахара фуганула то есть как я перепутала там короче есть соль сахар а есть соль сахаром смешана сразу для посола красной рыбы они там и рыбу салили я взяла потому что она похожа и фуганула вот это соль с сахаром и короче я испортила выпечку всю выпечку и люди степень а я еще не попробовала ну красивой красивой и людям это продали горячее и она соленая ты короче у меня уволил такой косяк и не заплатил деньги но я считаю что это да мой косяк повар ошибся ну блин за это увольнять и он не не заплатил за полтора месяца ну мог бы какой-то штраф наложить я согласна я сказала что я пожалуюсь в армянскую диаспору куда-нибудь на тебя чтобы тебе было подло стыдно вообще ну как ты можешь вообще я а я тем более была одинокая женщина у меня был ребенок маленький ну еще школу ходила мне не за что было жить я снимала квартиру и ты мне не заплатил армянский цена город павловский посад ресторан аристократ можете загуглить и ему там написать он там до сих пор же его держит рису красиво мне бы так вы хотите это в россии подмосковье павловский посад и ресторан аристократ ресторан большой ну да я ошиблась что я соль перепутала блин я считаю что за это увольнять тоже но он меня уволил не за того что он скорее всего уволил что я отказывала постоянно вот этому его племяннику но он был страшный я ему сказала так женись на мне ну тогда дам буду его рух свидание вчера хорошо мило мужчина хороший приятный угостил угощал меня в ресторане мы мило побеседовали но мы друг друга не зацепили и ты не продажная я нет я никогда не продают за любовь никогда для меня любовь на первом месте если я люблю человека я ему все отдам полиция уедет давно так вот с армянской звездой поговорили с кем еще поговорим алима хочу но он меня не примет он отказал вот этот румынный мужик что я с ним все время играю надо взять паузу какую паузу зачем мне пауза я вчера вот это завыла думала не могла уснуть думала 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 за него не то что за него я просто опять все в голове у себя вот это проворачиваю как он меня хорошо обработал подумала как вот он ну как он вообще так как вот меня так наебал что я потянулась к нему душой первый раз за много лет правда первый раз за много лет я к нему так потянулась душой я проявила свою нежность достала всю свою женственность вообще я ни разу вообще с ним не ругалась все дело как он захочет то есть не знаю как так можно как как так можно не знаю тоже говорят там это я же не знаю какая была причина но если он нарцисс то понятно нарциссы просто так вы еще работаете уборщицы до нарциссы просто так не уходят они уходят куда-то кому-то видно у него кто-то был потому что нарциссы не могут сами но наедине я прослушала курс чтобы просто больше на это не попасться не потому что мне это так интересно чтобы поэтому нельзя растворяться мужиках нельзя на то но ты понимаешь это как наркотик это у меня не постоянно раз три-четыре года такое просто забываешь про все ну я не знаю почему у меня такой как наркоман это дикция какая-то я не знаю вы кто-то 6 зрителей сейчас мы пригласим не знают это может мошенник а какой мошенник ашон какой мошенники у меня сразу было видно что у меня красть нечего ну чтобы он у меня украл у меня нет ни денег нет машину которая стоит 2000 долларов на хрена она ему дверца не работает все вся тарахтит нарциссов бесшовные отношения второй вариант всегда в запасе да алленка я прочитал мне тут нают на тиктоке очень много насоветовали youtube каналов очень вот это хорошая беженцы абсурдистана там вообще классная такс оксана беженцы абсурдистана там-то классно она рассказывает все про нарциссов точно и вы знаете что нарциссы знакомятся своими родителями в первую неделю меня блять познакомил с мамой в первую неделю меня это подкупило не ну как человек знакомит тебя с родителями и написано что у нарциссов родители тоже такие же больные как он они над тобой ржут он прям он приводит каждую к себе домой каждую просто каждую и родители с ним заодно почему решили что он нарцисс по каким причинам по всем я прослушала много видео неделю слушала и по всем признакам у нарцисс по всем вообще все полностью сходится да и временно пристроился пока был в бывший развод если бы он был не нарцисс он бы так не поступил со мной качели делал из очень хорошего к сразу опускал вновь только было все очень очень хорошо прямой я счастлив ты такая женщина боже мой и тут же через 10 минут на любую мою просьбу какую-то что его попрошу он поднимает истерику и говорит что я ухожу от тебя ну то есть меня это вводило в ступор у меня такого не было нарциссы феникса я тоже смотрела на созависимая я попадая уже не попадая я проработана и созависимая уже не попадаюсь на наркоманов и алкашей но папа бабам бабам есть психопаты уже бабушка опять учена не были ухажеры которые все но элеонора так себе диагноз вы не можете поставить сразу наверное я нарцисс ну вам должен вы должны очень или вам должен поставить это психиатр или вы должны очень-очень много по литературы прочитать и прослушать удобно нельзя быть это и сможем ну вы тогда не нарцисс какой вы нарцисс если вы удобная нарцисс и никогда не удобные нарциссы неудобные они не делаю они только делают бомбардировку в первый месяц-два такую бомбардировку что я до сих пор вспоминаю не могу понять это со мной была сказка или нет ну то есть он не так окружил меня любовью такой заботой он меня блин ручки целовал он даже сказал не надо чтоб ты ездила надь возил меня на работу с работы постоянно со мной был он не готовил лазанью он меня развлекал он у меня ночью каждые три минуты обнимал целовал и говорю что как он счастлив боже мой и мы с тобой то и мы с тобой все для чего у меня нет денег су я богатая какая-то здесь нужно психологом работать я работала с психологом очень много лет опять ученик бабушка хватит внутри раза поиграли хоры так кого-нибудь такое время ради можно сыграть смысле то нам просто хотел большой чисто любви временно я не знаю что на это ответить но он ну если он не смотрю как ему плохо одному у родителей там я ничего не плохого не делал он нарцисс он ненормальный мужик был ненормальный я первый раз видел что такое мужская истерика у меня было два мужа у меня было много мужчин никто из них истерики не закатывал по поводу того к примеру что я ему говорила чтобы он не ложился в грязных носках после работы на мою чистую постель ну просто спроси пожалуйста не надо я не просто это не нравится вот ну вот я не могу ты спишь со мной в одной кровати можешь снять носки пожалуйста помыть ноги там пойти я уже не просила выкупаться ну представь я люблю чтобы у меня постель была чистая я ее меняю часто я никогда не всяду в одежде что была на улице на постель а он легко он приходил вечером я уже в пижаме лежу в постели он пусть и работа берет вот как вот вы женщина но представьте ситуация там еще начали жить ним он поздно пришел с работы на надо там на тракторе работал он работал в комбайнером на тракторе он а тут не моются на работе он будет с работы вот это всем грязным я лежу в постели вся душистая чистая в пижаме читаю книгу он блять берет и ложится рядом со мной в этой грязной одежде только поменяла постель их чтобы сделать это как но ну но я считаю что это нормальная женская реакция но нет разве а он меня стал истерить и убеждать что я ненормальная что у меня что я абьюзер я абьюзер я его заставляю причем я по ну делать то что он не хочет он у себя дома он снимает квартиру это его кровать и вообще почему я так себя веду это абьюзивные отношения это манипуляция что ты делаешь как ты можешь так вообще вот это он начинал мне на полчаса лекцию я только так глаза открывала и смотрела потом он менял ну я думала а правда ведь я же хочу отношений с этим мужчиной другом то он хороший ну что я не могу потерпеть я разве не могу потерпеть что он грязно но это такая ерунда я могу стирать постель каждые два дня потом я стала ему стелить какой-то покрывал он приходил с работы не мылся я уже стелила постель спать ложится ну а он в этой грязной одежде мне он потом мылся смотрел компьютер представить это грязные носки все на чистой постели еще так демонстративно понимаю что он будет это делать со мной и я вот так сначала вся внутренней сжималась я потом просто меняла постель каждые два дня ну и вот так от себя ну ну вот и он я не знаю это что не нарцисс это нарцисс будь ему благодарна хотя бы за то что дарил те счастливое время но я не ему благодарна чего это нет нарцисс чистюля ой аннушка специалистка блять нарцисс это не тот что себя любит и стоит перед зеркалом себя вычищает все ты попутала милая ужасно ужас но если они в обуви ходят я живу в канаде ни разу не видела чтобы ходили в обуви валентина у вас неверная информация а в украине в россии я видела что ходят в обуви всякие люди есть вы просто разные галина ты что можешь терпеть все мужик грязный завалиться эту чистую похудшую постель какая-то коже это не ерунда нормальная психика мужик нормально реагирует и понимать понимаете нормальной психикой мужчина скажет моей женщине это не нравится ну подумает потому что вот он я тоже говорил что ему неудо допустим он говорит пожалуйста я не люблю когда у меня мокрые руки он говорит я люблю с детства но вот я была посуды и схватила его за рукой каж$ я не могу не могу вот у него говорит у меня такая фобия я это поняла думаю все мне нужно ну каждого человека свои недостая но я подумала значит мне не нужно брать его за руку понимаешь ну почему ему допустим я не люблю чтобы напасть это так тяжело ну просто не ложись на патте попросили я не считаю что это бьюз я не орала не крича просто попросила вежливо мне не нравится это пожалуйста уже за то что нет он чисто он потом шел в душ но он шел душ перед сном но до сна там два часа он расстегла постель и ложился в грязной одежде это же каким нужно будет привести женщин другой город оставив ее матрас там и забрать свой ну да аннушка еще одна бля аннушка если ты ничего не понимаешь психологии нахуя ты пишешь вообще ну ты вообще нихуя не понимаешь я вот это не понимаю люди которые вообще ничего не прочитали не знают и счет и вставляют свое рыло везде разошлись и пусть он тебе будет благодарны ничего сего женщины пишите а еще пишут пусть будет благодарна ему наш тыс и себя не любит и меня больше всего поразило что у него знаете такая жестокость была то есть 10 вчера еще просто ну просто еще там три дня назад он как сказать он ко мне относился более менее нежно переживал за меня то вдруг он стал то есть у такой последние три дня таким жестоким очень жестоким что в последнюю ночь ни за что просто я не ничего не делал мы не ругались но я мы с ним спали в разных комнатах я утром постучала потому что мне надо было забрать эту сейчас на крыше губа засохли одежда там гардеробная в нашей комнате было и он закрылся от меня он от меня закрылся хотя я бы к нему не зашла представляете хотя бы не ругали с ним я ему ничего не говорила плохого я просто плакала и постелила отдельно он не позвал меня хотя я делала первые шаги я говорила ну как ты можешь так жестоко почему ты со мной так поступаешь остальные нервы были с ним терпеть никогда не нравится я тоже думала что нарцисс но он сам себя любит но это не то что нарцисс он чисто плотный стоит вычищает перышки перед зеркалом они блатяки свиньи тоже мой горюша плохая хозяйка нет места холодильника для я тоже думаю что это неуважение если он объявится ну я постараюсь всеми силами не обращать на него внимание но я очень боюсь этого честно сказать боюсь потому что я вот это даже феникс и нарциссы там говорила женщина если вы принимаете нарциссы назад вторая волна будет еще хуже то есть первое он вас пригнул потом еще хуже будет он может уже оскорблять и все чем он таким за не он не вонял еще яшу хоть рассказала что он вонял поэтому надо иметь отдельные спальни надо это же они не но он не вонял мало перепады настроения это еще может ну да может быть ну да он животных не любил умку пнул ногой соня видела он как будто бы просто ну да он не уважал меня и потом в сексе у нас ну я бы я все терпела секс я не стала уже терпеть ну то есть он стал вообще перестал что-то делать он просто ляжет или же дело в том что он хотел чтоб я все делала ну то есть я вообще бы то есть он вообще лежал последнюю неделю как блять викторианская женщина холодная понимаешь вот так на спине и закрывал глаза ну ты чтоб его ласкали целовали там все ему делали а он просто лежит еще и сесть сверху и вообще ничего не делал закрытыми глазами я пару раз это стерпела но я подумала ну может у него стресс но действительно него там брат умер брат разошелся с женой 2 может он переживает ну а потом стала думать что я буду ну потом я к нему раз он опять лежит как было я раз к нему ну там а он лежит и отодвинулась и учет он а он начал орать на меня что ты обижаешься ты меня уже типа достала своими обидами но я повернулась говорю а что ты лежишь как мумия ну как бы женщину надо там поцеловать хоть хотя бы поцелуй где-то погладь что ты лег и лежит закрыл глаза вот так и лежит это тоже абьюз девочки это тоже сексуальный абьюз он хотел склонить чтоб он просто лежала я все делала постоянно ну я такое не буду терпеть но я говорю я два-три раза потерпела два или три раза такое потому что ну подумала у него может стресс она все как-то хуже и хуже в течение февраля хуже хуже сначала он что-то делал потом перестал потом опять и потом опять стал просто лежать на думаю но если ты не хочешь ну давай не будем ну я говорила давай не будем и все я отвернулась и сплю причем резко у них но он но он же психует он хочет чтобы я это все один хочет секса и он так сказал ай вот кам типа я хочу кончить слышишь я такая думаю про себя ты не пошел бы ты нахер и при это ну про себя так не сказала говорю я не буду ничего делать говорю я буду спать и он стал орать но не орать софия не слышала он так наш как чуть со злостью такую истерику устроил и начал кричать что я типа его абьюзер я абьюзер я его заставляю делать почему тебе ничего не нравится я и так все стараюсь я для тебя стараюсь а тебе не нравится я стала плакать я говорю а я не стараюсь я наверно очень хорошая для тебя ну и все и он все это я сказала и все и и здоровье собираю блины животных нет вообще капец такая сверху ну да временное пристанище нету не латынтный и вначале он и было все очень прекрасно меня такого не было никогда они же показывают сначала и просто когда ты помнишь какой был секс и что стало через месяц ну ты думаешь что случилось а это которым всем пофиг уже можно начать выход я кустом ступа не буду я это делать для чего нет ну по он он сначала был секс нормальный то есть он все делал все как надо все вообще ну вообще первый месяц вообще было все нормально а потом даже вот еще январь было нормально потом это все вот как я заболела вот этим нервом троичным все как-то ему потом конечно ничего у нас не было потому что я болела потом меня уволили его но как-то стало все меньше меньше вообще повторяю как он тебя не разрешал таблетки у него брать когда у тебя нервы спален был ну да не разрешал постарай алла это капец мы все знаем если мужчина любит так дело в том что сначала было все вообще отлично вообще меня такого не было как ураган я не говорю говорю что вы же говорите некоторые хватит за него говорить я за него начинаю говорить у меня сколько зрителей так было сначала вообще крышу снос понимаете я не понимаю ну как это мужчина могут тут у тебя нормально через месяц вообще никак но это нарциссы они все время так помсту для развал для чего мне это делать а лавы во всем изучил есть люди склонные шизофрении не бывают идеальными но потом кстати у меня была какая-то подозрение думаю вдруг у него шизофрения вот все время я думала за это вот у меня в голове крутилась а я же не знаю вдруг у него вообще шизофрения не ну что с головой ненормально это точно но не может так человек после таких чувств после такого урагана но у меня такого не было понимаешь он у меня были такие чувства и такой ураган еще с одним мужчиной до него мы сниму после развода у меня был мужчина мы с ним чуть не поженились но у меня с ним не получилось потому что у меня младше на 9 лет не было 32 ему 23 и он побоялся со мной быть он женился потом на молодой он сейчас жалеет он живет другой стране далеко но он меня каждый год поздравляет днем рождения ну он тоже у нас был очень тяжелый разрыв с ним потому что ну в общем я поехала в россию к тетке когда война началась а он не захотел россии он живет за границей сейчас и он но он звал меня с собой а я побоялась ну в общем как-то у нас так все получил он не очень серьезно ко мне ну как он любил он плакал даже но у нас не был тоже такой ураган и я думаю что если я тогда с ним осталась мы бы до сих пор жили мы с ним очень а еще причина что я ему сказал что у меня детей не будет он из-за этого очень расстраивался кстати у него женой детей нет вот он с ней вот уже 10 лет и нет детей я ему иногда говорю ты же на мне же не женился потому что ты очень детей хотел говорю вот видишь нельзя так делать нельзя так делать бросать женщину из-за того что у нее нет детей тебя отбух на это наказал я он соглашается да но дело в том что он до сих пор меня поздравлять с 8 марта с днем рождения и раз в год он пишет аллочка я всегда вспоминаю как мне было хорошо мне никогда так жизни не было хорошо как с тобой а я ему пишу тоже и мне было хорошо милый вот так потому что такая страсть она не забывается этот как мы понимаешь ну прям сильно у нас были чувства и страсть как можно через месяц так но это невозможно потому что когда такая страсть и психически нормальные люди они очень тяжело разрыв ну я не знаю как вам это сказать но тяжело разрыв это же не то что там просто потрахались где-то как собаки понимаешь или там просто сошлись ну блин ну ну как можно вот так ну я считаю что это у человека ненормально с головой он тебе зарядку зажлобил ну да мне кожа внимание в любой том все хуже и хуже он обязательно вернется светлана тушу вообще уже я не приму у него не была первая любовь а у кого у того молодого нет я не была его первая любовь он был кстати 23 года но он был уже разведен он жил два года с же иной и потом с ней развелся я не была бы первая любовь еще рано жить воспоминай все впереди дело в том что у нас вот этим парнем которым у нас не была такая любовь страсть она не затем как ну такое не может затихнуть все время вспоминаешь какой-то теплотой и думаешь ого-го что у меня было в жизни и он также думает что мы очень далеко друг от друга ну понятно что уже ничего не будет у него и женщина а с этим понимаешь ну я просто была в шоке как как ты можешь быть просто неделю назад просто вообще-то мне неделю пусть там три недели назад от страсти умирать кричать и так счастлив руки мне целовать смотреть глаза вот так машине ехал меня за руку держала так ручку целую и тут же через три недели быть и таким жестоким прям когда я к нему плачу лезу на полу лежит ну прости меня что я так сказала унижалась а он меня со злостью прямо так отталкивает я не хочу тебя видеть я больше не хочу за слова за какие-то маленькие слова его не оскорбляла у него случайно нет аутизма но он аутиста он сказал мне что он аутист он четыре года заговорил в три года пошел он очень замкнутый ну он сказал он сразу сказал мне что он аутист что это у него диагноз ну он высокофункциональный аутист ну то есть нет у него но он говорит я иногда подстраиваюсь под людей потому что мне 40 лет знаю где что сказать хотя и многое не понимаю все жестокие животные таким характером это шизофрении они любить не могут и отбывают очень знаешь не знаю какой него диагноз у нас подобная фигня ну да ты еще год будешь эту тему мусолить значит ты идешь в бан свидание очень хорошо но мы друг другу эти я сверху одела нарядное внизу пижамные штаны мы друг другу не подошли дашу рассказывать ничего рассказывать я же уже рассказывал три раза аутиста не имеется чувство при обострении на не пишите хуйню есть аутист есть аутисты а есть люди с аутичным расстройством совсем разное специнтернатах есть люди просто с расстройством аутичного спектра и в канаде не учатся специнтернатах тут все дети у них инклюзии они учатся в обычной школе все тут всех принимают очень похоже на психопата потому что у них отсутствует сложно социальные эмоции ну да возьмите коню хорошо колу считал только так то что он пожалел кока-колу я тогда сразу поняла что у него с головой ненормально как можно пожалеть кока-колу как упаковка стоит 6 долларов 12 штук как можно пожалеть я ему сказала блять я не понимаю как можно пожалеть кока-колу я тебе сейчас куплю двум как у меня будут самые сложные времена я сейчас по 10 минут проведу эфир я заработаете 6 долларов эти куплю упаковку пей но это я вам говорю 6 долларов канаде это это вообще ничего ты заработаешь их за минуту как можно пожалеть кока-колу и ну это это значит у человека ненормально с головой морда красная горит только почему всегда с таким удобно вот такие мужчины марина потому что с головой у добрых умных женщин не все в порядке потому что есть такое созависимость если у тебя мама созависимая служит папе всю жизнь як швейцар понимаешь это очень тяжело поломать голове детские установки зачетная кухня уютного спасибо только это грязно дуться дуться занимается уборкой всем я ничего не делаю а у него просто диагноз хорошо что все так закончилось ну да общать павел блять специалист то пишет будь благодарна ему общайтесь на расстоянии павлом психопат за что мне быть ему благодарна и нахуя мне с ним общаться на расстоянии с психопатом не что хвататься что значит не подошли на свидание людмила ну вышел не понимаю ну пришел к мужчина на свидание мило провели время но не зацепили ну ну мило дружба все ну такого вот ну вот как фаина раневская говорила побыла с мужчиной на свидание приди домой подкинь трусы прилипли к потолку значит твой мужчина ну ничего не меня не отреагировал на него организм никак не я сидела зевала уже в конце да мы смеялись мы беседовали но ну я не хотела если вы я знаю как мне нравится мужчина что я не хочу идти домой мне с ним интересно и весело а тут я уже сижу и скучаю да с удовесимость тяжело просто нам об этом детстве если он еще меня позовет на свидание я может быть и пойду спасибо еленочка ну мне с ним не не неприятно было пусть ухаживает может он хочет со мной просто провести время побеседовать историю как он зажал колу пропустила можно но я не буду по сто раз рассказывать расскажите про колу мы купили кока-колу напополам упаковку перед новым годом он мне говорит софия выпила там три баночки он мне говорит я купил себе кону мы не пополам мы покупали я себе упаковку пепси на упаковку колу но у меня датына она никогда там холодильник это ее холодильник подошла взяла и она новый год был и она там что-то смотрела в телефоне новый год и она выпила три банки кола у него и он не сказал софия выпила три банки мои колы. И я вот так вылупил. Ну, я в этот день ничего ему не сказала. Ну, мне прям резануло это так. Это пиздец. Я ему... Ну, был Новый год, я ему не сказала. Думаю, чтоб не пора. Я ему сказала потом уже. Через дня три. Перебираете харчами канадцами. Павел, вы опять... Павел, я должна кидаться на психопатов. Ну, вы какие-то чудни... Перебираете. Ну, если мне не понравился человек, а я ему... А что мне не перебирать? Вот скажи мне, что, кидаться на всех? Я имею право перебирать. Я имею право искать, кто мне нравится, кто мне по душе. Вы, как и себя, закомплексованный, Павел. Лучше донаты дарите. Да, Настя, может такое тоже быть. Муж не нравился, а потом влюбилась. Ну, я же не против, но я считаю, что инициатива должна от мужчины быть. Пусть приглашает. Ну, нет. Он, короче, сказал, что он по вечерам играет в покер на деньги. Нет, это тоже психопатия какая-то. Нет, ну... Понимаете, мужчины бывают настойчивые. У меня тоже такой был. Он мне вообще сначала не нравился, но он потом меня стал приглашать, приглашать. Он меня стал везде призвать. Давай туда, давай сюда. Я к нему как-то привыкла и потом, ну, не то, что влюбилась, но были у нас отношения. Вот. Ну, мужчины, все-таки, думаю, если... Вот мужчина видит, что женщина к нему так прохладно. Если он хочет ее добиться, он должен ей добиваться, ну, там, приглашать куда-то. Ну, я не говорю подарки дарить, ну, что-то приятное делать, куда-то спросить, что ты любишь. Ну, вот. Куда бы ты хотела поехать? Сделать какой-то сюрприз, там, на ипподром свозить. Ну, такое вот. Тут очень много в Альберте прекрасных мест. Если я ему понравилась так сильно, он бы мог сказать, давай, на выходные съездим, там, на водопад какой-то. Я тебя отвезу. Ну, давай. Ну, если мы там поближе были бы знакомы. Вот так, я имею в виду, ухаживать. Ну, тогда, может быть, женщина со временем присмотрится и подумает, о, глянь какой. Вот тут, выборатый ходит и на мед. Мне Пепси больше нравится. 814 зрителей. Где мои лайки? Где мои донаты? О, у романтики 2800 этих зрителей. Закажите покушать себе, Алла. Там у меня денег нет, приоритека. Мне нужно на бухгалтера насобирать 90 долларов. И то я не насобирала за этот стрим. Только 15. Ну, у меня 15 есть, только 30 есть. Опять, Павл, в Москве женихи лучше были. Павл, везде женихи одинаковые. Конечно, как лучше, че не лучше. Я там долго прожила, поэтому были. Нет, я ему не купила, я сказала, что он жадный. А мы тогда с ним поскандалили. Ну, как, я не скандалю никогда, я спокойно. Я говорю, ты жадный. А он говорит, нет. Он начал истерику опять устраивать. Извинись, скажи, что я не жадный. Я говорю, я не буду извиняться, ты жадный. После вот этого зарядного, после Кока-Колы. Я говорю, я, говорю, для тебя ничего не жалею. Ничего. А ты жадный. У меня такого не было, чтобы мужчина... Мне просто это дико. Как это мужчина? Ну, я не понимаю. Причем тут мужчина вообще, любой. Как это жалеть Кока-Колу? Ну, ладно, еще там в Украине, когда мы нищие были. Тут, в Канаде. Как это жалеть Кока-Колу? Как? Тут Кока-Колу можно... Я вот убираюсь в офисах, да? Ну, мне сказали, что можно. И девочки, и босс, если ты хочешь пить, можешь брать в холодильнике, что хочешь. И боссы там говорят, и все. Ну, не то, что даже это воровство. Это просто естественно. Там богатая фирма. У них в холодильнике. Забитые Кока-Колой, там Пепси-Колой. Мы приходим, я не каждый раз, не каждый день. Ну, бывает, там ужарюсь, 7 часов работы, открыла холодильник, взяла эту Колу и пью. Даже видеокамеры меня смотрят. Ну, это Канада. Тут ничего такого нет. Это для работников. Я тоже работник, только клинин. Ну, то есть тут... Мне кажется, тут даже в супермаркете эту Колу выпьешь, тебе никто не скажет. Скоро, человек пить хочет. Ну, к примеру, ну, блядь, запожалеть Кока-Колу, которая 50 центов стоит. Ну, такое. Ну, я не понимаю. Алла, вы сегодня прям кладезь терпения. Ну, Павел закомплексованный. С водопада надо начинать. Ну, я, Ксюша, с чужим мужиком на водопад не поеду. Я побоюсь. Очень хорошо выглядит. Спасибо. Вам приоритека подарил Мишку. Юлия Мягкова. Мишка не хватит на обед. Мишка стоит 2 доллара 50 центов для меня. О, спасибо за бобра. Дякую. Спасибо, приоритека. Спасибо. Если бы Кула выпили вы, он бы не возражал. А когда ваша взрослая дочь его взбесила? Может быть. Но он знал, что у меня есть взрослая дочь. Он знал, когда шел жить со мной. Вот мне тоже, в Ютубе тоже много таких комментариев пишут. Его просто выбесила Соня. Если его выбешивают дети, можно сделать так. Снять квартиру или дом и привезти туда жену. И сказать, пусть Соня тут живет в бейсмонте. Она по-любому бы работать. Она по-любому найдет работу. Ну, это не может быть, что она... Ну, может, первое время я бы ей оплачивала эту квартиру, помогала бы оплачивать. А он бы снял дом и обеспечивал бы свою женщину. Если ему не нравится Соня, понимаете, она взрослая. Какого хуя он прильнул к женщине с ребенком? Вы такие вот интересные вообще. Даже в Ютубе пишут. Вот ему так Соня не нравилась. Ну, не нравилась она ему. Сними жилье, приведи свою женщину туда. Без Сони. Пусть Соня в гости ходит. Так он уже второго бобра подарил. Спасибо, приоритека. Ну, бобры стоят 5 долларов. Что я на них куплю? Заказ сделать еду надо 20 долларов минимум. Жужжи за этих бобру. Блин, губы пообшерхли. Мне уже и так хейтеры пишут. Что ты кусаешь свои губы? Спасибо за розу. Он, наверное, решил попробовать пожить вместе. У него было 3 жены до меня. И дети у него есть. Ребенок. Бабка, слышите, как разговаривает? Чуть не прикармонила мимо тросок. Так, еще пока смотрит 800 человек. Я вас очень прошу. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Ютуб. Смотрите видео. У меня там монетизация. Сейчас. Подписывайтесь на мой Ютуб. Ютуб Алла Задорожная. Или же заходите на ссылку ко мне. Ой, на канал ко мне. Нажимайте ссылочку. И там все выскакивает. О, сел. Села батарейка в ноутбуке. Надо его зарядить. Давно не пользовалась. Ну, хоть ноутбук оставил. Он же мне подарил ноутбук. Так же не совсем все плохо. Ну, как он бы уж, но он не новый. Я за него не переживаю. Сейчас, подождите. Я за него вообще не переживаю. Спасибо за Розу. Спасибо. Ему нужна женщина без детей. Пиздец. Это ему было очень дуро. Он меня не содержал ни одного дня. Я его кормила, блядь. Какого хера ты такое пишешь? Он не содержал меня. Вообще. Ни одной копейки, кроме ноутбука, подержанного, он мне не подарил. Он даже матрас забрал. К чему ты это пишешь вообще? Не, вот и женщина. Ему нужна женщина без детей. Нина, у меня нет детей. У меня дочь взрослая. Если ему нужна женщина без детей, он мог снять свой дом, жилье, увезти меня туда. И все. Соня бы осталась здесь. Без детей. Спасибо. Ни хрена. А еще она на меня говорит, что я громко музыку слушаю. Алла, прикинь. Все так пишут про детей. Как будто там малыш. Вот именно. Если он мужчина такой, он должен снять квартиру, везти меня. А Соня бы иногда ходила в гости. Матрас приехал. Ну, вы ж видели видео. Кузенька. Ой, Кузька ночью храпел. Это все. Как он храпит ночью? Так, ну что, поиграем в баттлы, потому что что-то не кое-те не мелите. А-а-а. Мне она нравится как блогер. Почему у нее отключено, что она не может принять никого в баттл? Пусть она в настройках там покрутит. Вы поняли, за кого я? Катерина Назаренко. Напишите, Алла хочет приглашать тебя в баттл, а она меня не эта. У нее написано, что она никого не принимает. Потому что она не хочет прославиться. Сейчас на нее подпишутся много. Спасибо. Спасибо за подарочки. Я Кася Аделина. Ее 146 не смотрит. Сейчас позовем на баттл. Вы подписались на мой YouTube? Чи не... Нет. Алик, спасибо. Серго какой-то. Подписан на меня. Сейчас сыграем в Зимбаду. Уже не хочет. Джулия. Король отклонил. Какой-то Назар. 219 зрителей. Не хочет. О, мой любимый. Агерима. 600 зрителей. Король прикольно, но он меня не принял. Я знаю, что король играет с Амвелом. Я тоже играла с королем. О, 605 на YouTube. Спасибо большое. Ну, Надежда не хочет. Видишь, Катарына не хочет со мной играть. Ладно, кого-то, значит, случайного выберем. Отправляем случайно. Король прикольный. Ну да. Так. Молодцы на YouTube подписались. Смотрите видео. О, 605. Молодцы. Бабушка. Я бабушка. Не еще не бабушка. Яисты. Что-то хочется вкусненькое. Думать. Суп один неохота готовить. София сейчас готовит все. То суп, то борщ. Не понял, что мне заело. Не выиграет бабушка. Я уже все эфиры на YouTube пересмотрела. Про три круга. Спасибо. У вас бета-версия? Нет, у меня не бета-версия. Ой, какой-то кардарлы каюмов. Кардарлы. Спасибо. Блин, ну, можно новые сделать. Я, в общем, буду теперь, наверное, трансляции делать с этим. Короче, с этого видео, может, сделаю трансляцию. Но надо там повырезать вот эти батлы. Кстати, почему не готовишь в эфире? Не люблю. Это хорошо, вот это сейчас, без аэта. Это же все время, девочки. Чтобы сделать видео, надо обработать. Это все время. Я же хочу политику повырезать. Батлы повырезать. Почему не бета-версия? Потому что в Канаде бета-версии нет. Не хочу. Ну, просто у меня останутся мои подписчики. Мое видео все поудаляют и начнут снова места. Зато, мальчик, с нами. Я пойду по писею. Окей? Валочка, ты чудо. Все, кто у нас выиграет, сами себе дарят. У нее донатер 27. Да, может. Она, наверное, на арабов. Я пойду в туалет схожу, а вы пока поговорите с Умкой. Я по писею. Ума, поразвлекай зрителей. Скажи там всем. Я быстро. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как вам, Ума? Хорошо вела эфир? Интересно? Кыск-кыск. Умка, привет. Давай ты продасышь TikTok, створишь новое, мы туда придем. Да, я боюсь, что не перейдут. Я переживаю, что не перейдут столько людей. Три года я собирала столько подписчиков. Вы что? Да такой труд большой. Кыск-кыск. Зараз вся киса. Ума мысленно всех послала. А руки помыть? Не помыла. Обычно мою, не помыла руки. А что? Я не дотрагивалась, не до чего. Пописала и пошла. Соня свою комнату перешла. У меня унитаз чистый. Я вчера его драила с хлоркой вечером. Мужиковный мал. У нас сейчас выключу водяшку. Не, ну я в 90% мою руки. Я иногда не мою. Я с улицы всегда мою. Ну, когда пописаешь, что обязательно мыть руки. Я не дотрагивалась ни до каких своих органов вообще. Пописала и пошла. Слышь, мужики держатся за писью. А мне что? Соня, да, перешла в свою комнату. Довольная. Я не всегда мою, когда писаю дома. Ну да. Прямо, а руки помыла? У меня чистая писька. Я только мылась два часа назад. Она у меня стерильная. Даже если ей не помыла еще. Ну, если даже дотронулась. Я живу одна. Сына не помыла. Так. Какая-то Эльвира. Панда. Ничего себе. Это не тот панда, что живет в Швейцарии чернокожей. Он, наверное, отклонит. Отклонил. Вот панда мне попался. Но он отклонил. Свиня. А Самуэла нету. Он на меня не подписан. Я уже сто раз вам говорила, что я не могу его пригласить. Сколько еще объяснять? Так. Какой-то Майк. Ой. Он сейчас не батлится. А он сейчас в эфире? Майк Илск с хуй не захотел. Маяковский. 110 зрителей. Нехочи Маяковский. Ладно. Так. Сейчас глянем. Ну, тут такие один-два зрителя. Таких не хочу. Самуэл сейчас поет. Ой, я не люблю, как он поет. Мне он нравится, но песни его мне не нравятся. Я люблю только, когда он оперу поет. Вот оперные, да. Остальное все так себе. Так, сейчас позвала кого-то случайного. Так, 34 пончика, а я заказала 100. А Димон Диско. Я не знаю, кто это. Понимаете, мне наугадки кто-то присылает. Я не могу выбирать на тех... Мы только можем друг друга выбирать, если мы друг на друга подписаны. Если мы не подписаны, мне ТикТок, я не могу выбирать. Димон Диско. Ты ему коронки даришь. А может и дарю. А кто это Димон Диско? Коронки дарю. Мужей дарю. Я много кому дарю. Я если смотрю, мне нравится, я дарю. Кто это? А что он делает, этот Димон? А, Самвелу. Самвелу дарю всегда. А, Димон Диско. Не, я с ним ни разу не разу не буду. Надо на него найти, подписаться. Да-да-да, эти бусята с ним раньше играли, сейчас не играют. Можем мне потанцевать. А, а ты в каком городе? Блядь. Он даже не знает, в каком я городе. Я говорю, ну, Гранд Прейли, говорю. Я говорю, выбирайте себе квартиру. Но если надо будет позвонить, ну, ладно, уже думаю. Ну, позвоню, если ему надо уж, если у него нет английского. Ну, позвоню. Схожу. Если уже он выберет квартиру, я, ну, ладно, помогу. А он, мне нужно, чтобы вы, нет, мне нужно, чтобы вы мне искали квартиру. Не знаю, я не понимаю. Почему мне никто никогда не искал квартиру? Ну, почему я без языка себе нахожу квартиру? Ну, что вот люди вот такие, понимаете, вот есть люди, которые просят помочь, ну, не знаю я. Ну вот я Аллу просила, когда Алла, помнишь, если ты смотришь, как мой мужик перепутал адреса, что я сама стояла, плакала, я, короче, вот эту квартиру сняла, а он пошел на другой адрес и перепутал, и там меня ждал. А я уже все, мне надо съезжать. Ну если бы я сидела дома, была домохозяйка, понимаешь, мне нихуя делать, я бы, может, ему и поискала квартиру, но мне некогда это делать. Ну это, и я помню, что у меня тогда я вообще не могла ничего сказать по-английски. Я Алле позвонила, Алла, что мне делать, я ему звоню, а он пишет, нет, вы не пришли. Короче, а он, оказывается, перепутал квартиру, сидел, ждал меня в другой квартире, и мою квартиру чуть не сдал другому. И Алла пришла, она с ним хоть договорилась это. Ну вот, вот это помощь. Но я ж не говорила, Алле, Алла, найди мне квартиру. И я тут у Маши, когда жила, я не говорю, Маша, найди мне квартиру. Ну как это? Ну ищи сам. Я могу помочь, если у тебя вообще нет английского, я уже немножко говорю, я могу, в принципе, да, я могу позвонить, если ты найдешь там, ну, позвонить и сказать, вот забронируйте там все. Ну если у тебя нет английского, ты можешь написать смс-ку. Я так помогала людям. Я находила, я подошла к своему лендлорду, мне попросили люди, есть ли в нашем доме квартиры. Я к нему подошла и говорю, у нас есть в доме квартира? Он говорит, есть одна. Я говорю, как нужно ее? Он говорит, нужно задаток 700 долларов. Я этому человеку из Донецка, ну, мой земляк, я ему позвонила, говорю, есть квартира, нужен задаток. Он мне переслал, и я отдала лендлорду эти деньги. Ну и тогда он приехал, уже у него была квартира. Вот так я делала. Но он, ну как, да, я спросила, но я никуда не ходила. А я не буду ходить, искать кому-то квартиру. Ну, блин. Никого интересного нема, чтобы батл. Давайте еще кого-то сейчас наугад вызову, и все. И пойду. Я на работу вечером. Мне так надоело по вечерам работать, честно. Кто подписался на YouTube, спасибо. Привет, Алла, рад видеть, и я вас рада видеть, спасибо. Где София? София в комнате у себя сидит. Что, соскучились? Читаю свои смс в отражении ваших очков. Не делай, ты будешь потом виновата. Не делай. Нет, ну я сделаю добро, если человек вот... Ну, как вот меня просят очень много. Алла, как попасть в Канаду? Ну, к примеру, в смсках очень часто. Хотим попасть в Канаду. Ну, как я? Я скажу, я же не приехала по визе Куаэд. А что это такое? Ну, если бы я хотела в Канаду, ну, к примеру. Да, мне... Я не знала про эту визу Куаэд. Мне... Как я попала? Я хотела уехать с России. Я... Моя знакомая, она 14 лет, живет в Канаде. Она мне говорит, есть виза Куаэд. Дала мне ссылку на эту визу. И легла спать, потому что у нас было утро, у них ночь. Я за три часа заполнила сама. И послала. На следующий день меня вызвали на биометрию. Она просыпается вечером, ну, не утром. Мне она говорит, я хотела... А мне вам не скучно? Кто он сейчас еще? Сам был в эфире. Ну, у меня, блядь, еще раз объяснить. Он на меня не подписан. Мне его не предоставляют никак тикток. Не подкидывают. Других подкидывают, его нет. Случайно может он мне попасться только, но он мне не попадается. Он не в баттл, он поет. Я могу тоже вам спеть за баттлы, за медведя. Давай. Шо вам спеть? Давай. Он скучный. Ну, да, что-то он скучный. Я его не смотрю, мне не интересно. Вот эти песни, как он воет. Скучно песни. Ну, да, Мурку. Что песни, то около в лоб. Ну, да. Раньше он интереснее был лет восемь назад. Спасибо, кто с России задонатил 500 долларов. Ксюша, Оксана. Спасибо большое. Можете еще кто-нибудь отдонатить? Можете на украинскую карту? О, может, это карта. Hello. Здравствуйте. Здравствуйте. 500 долларов, ага, а если бы. Мне один раз только подарили 500 долларов. Ну, тут в никтоке. Это было один раз. Не, Влад еще мне подарил полторы тысячи, заплатил мне за аренду один месяц. Больше такого счастья не было. Не, сидит какой-то этот. 500 рублей подарила Ксения. Спасибо за 500 рублей. Можете даже 50 подарить. Я ничего против не буду. Вы думаете, что мне много надо? Скинулись бы все по... Нет, я не играю с портретами, простите. По пончику. Сколько ли? 400 человек. Киньте хоть по пончику. Еще 45 пончиков мне надо. Вы бы бессовестене вообще, свыня, и все. Ой. Я, койся, ми вида надергалась. Спасибо, Аська. Спасибо. Отталкивает меня. Бабка, наверное, думает наверху, что она там пиздит. А ты влоган собираешься возвращаться? У меня что, на лбу написано ебанутая. Ой, я не могу. Всем. Так, Змей Горыныч, романтика. Якась Юлия Летова. 309 зрителей. Ну-ка. Спасибо. Так, случайного Юлия Летова. Так, сколько пончика у меня? Пончика у меня 66. Сейчас уже мой этот закончится, моя цель. 199 тысяч лайков. Еще 200 тысяч нужно. Так. У меня, наверное, телефон перегрелся. Что-то уже глючит. Правильно. Hello. Ведущий отключился. Сейчас для кого-то. Я уже страшна. Пострашнела. Так. Сейчас секунду. Кто-то позваны в hello, hello и не отвечают. О, 22 тысячи. Спасибо большое. Подписывайтесь на мой YouTube. Кто еще не подписался. Ой, ребят, ладно, пойду. Что-то шесть, тошни, тошни, что-то что-то захотелось. Супа поем. Дуться сварила. Суп такой вкусный. Вчера налупилась. Сегодня, завтра, если что, выйду. Груще нужен и на бухгалтера. Собираю на бухгалтера. Сегодня задонатили. Спасибо. На пол бухгалтера задонатили. Может, выл. Если б был выл, у меня бы было это. Написано, что это он. Я его не блокировала. Я его не блокировала. А мне хочется, чтобы позвонила его какая-то баба, к которой он ушел. Я что-то вот думаю, что будет продолжение. Я еще что-то узнаю. Мне кажется, позвонит. Он просто ушел от меня точно какой-то бабе. Ну, сто процентов. Я чувствую. Чем вам бухгалтер? Я хочу налоги оформить. Это. Я прям чувствую, что он ушел к бабе. И мне кажется, что она мне напишет или позвонит. Вот прям чувствую. Мне интересно просто. Чтобы кто-то еще про него что-то сказал. Бухгалтер где-то 190 или 100 долларов. Вы хотите мне дать на бухгалтера? Можете мне задонатить. У меня есть ссылочка. Там все у меня есть. По сути, баба скажет, Таща, я ничего не отдам. Галина, нет, не 50. 50 долларов простой. У меня смешанная. Я еще работала сама на себя. У меня не только Т4. У меня еще много всяких документов. У меня еще было две. Я еще сама на себя подрабатывала. Но людям убиралась. У меня все квитанции сохранились. Поэтому у меня смешанная. Вы стали неинтересны. Так и не смотри. Слышишь, смотрит. Вы стали неинтересны. Это только наши бабы могут звонить. Там не позвонят. Ну, я бы тоже не позвонила. Я никаким бывшим никогда не звонила. Вообще. Никогда. Ой, у меня был такой случай один раз. У меня же было. Я уже столько обжигалась в жизни. Начала встречаться с мужиком. Военной. Как рядом был военный городок, мы познакомились в спортзале. Вместе там качались, бегали с ним. Симпатичный, красавец, военный, капитан. Ну, моложе меня на 10 лет. Ну, я думала, что я замуж там особо не хотела за него. Мы просто приятно проводили время. Я жила одна. Нет, я жила с дочкой. Я его домой не водила. Я ходила к нему. Он снимал один квартиру. Квартира неплохая. Я жил сам. А как я его провел? Ну, у меня даже мысли не было, что он женат. Ну, я не могла себе представить, как этот человек может так в лицо врать и говорить, я не женат. Я свободный, понимаешь? Я не понимаю, как так можно. Вот у меня есть муж. И я, блядь, встречаюсь с человеком. У нас с ним доверительное отношение. Три-четыре месяца. И я ему говорю, я у меня нет никакого мужа. Ну, не представляю. Поэтому я не могу заподозрить в этом людей. Ну, я не представляю, как так можно вот так говорить в глаза. Я не женат. Ну, как? Ну, как? Тем более, как бы он хороший. Он мастер спорта был. Поджил джитсу или почему-то там. Ну, как бы приятный. На пианино играл. Интеллигентный. Ну, как? Ну, как ты можешь? Ну, короче, я вообще с ним встречалась три или четыре месяца. Ну, не то, что у нас любовь была. Ну, просто встречались. Военный, симпатичный. Ну, и, короче, в один прекрасный день мне звонят. Чи звонят. Баба. И говорит вот так мне. Проститутка ты ебаная. Я говорю, эээ, сори, простите. Простите, пожалуйста. Может, вошиблись номером. Я как бы не проститутка. Она говорит, как тебе с чужим мужиком трахаться? Я говорю, простите, я не трахаюсь с чужими мужиками. Она говорит, ты понимаешь, что мой там, допустим, Петя, Вася, ну, он женат на мне, я беременна на девятом месяце. Я в шоке. Я говорю, женщина, милая, ну, разбирайтесь со своим мужем. Я вам могу чем угодно поклясться, он мне сказал, что он свободный. А она на меня. Сука, чтоб ты сдохла, чтоб у тебя дети твои повыздыхали. Я беременна. А ты встречаешься с женатыми мужиками. Я говорю, женщина, ее Алина звали, как сейчас. Она говорит, меня Алина. Я говорю, Алиночка, я не знала, что он женат. Прости меня, ну, не знала я. Он набрыхал. Твой муж козел, не я. Я не буду с ним встречаться, боже упаси. Ну, вот представляешь, он военный, он просто оставил жену дома, беременную, сюда приехал, чтоб она с мамой побыла, потому что, ну, не знаю, что он оставил. Но он новый человек. Он приехал полгода, только жил в нашем городе. Ну, вы представляете? Вот такая была у меня ситуация. Поэтому я уже ничему не удивляюсь. Может, у этого выла тоже есть жена, и может, даже и беременная. Я уже ничему не удивляюсь в этой жизни. Ну, вообще. Тем более, я новый человек в этом городе. Тебе книги писать надо. Многих такое бывает. Я ничему не удивлюсь. Я помню, что я тогда очень сильно переживала. Сейчас бы я вообще не переживала. Но тогда, хотя я с ним не жила ничем, мы просто иногда приятно проводили время. Мы с ним заказывали суши, занимали спортом вместе. Вечером, помню, мы особо никуда не ходили, но мы заказывали еду домой вечером. Ну, как, спали иногда. Частенько я у него ночевала. Бывало, не ночевала. Ездили один раз мы с ним куда-то в какой-то чемонастырь. Чистос. Короче, какую-то поездку он оплатил. Ну, в общем, ничего такого серьезного. Просто приятно проводили время. И тут такое. И потом он как это все объяснил. Татьяна, они не объясняют ничего. Они ж трусливые. Мы после этого с ним ни разу не разговаривали. Он меня заблокировал везде и все. Никак. Ну, можно украинскую карту? Можно. Вот она. Пожалуйста. Вот моя украинская карта. Вот я ее прикреплю сюда. Да, спасибо. Вот она. Никак он мне не объяснил. Я его потом видел. Он так и живет в том городе. Я его потом видела много раз. Я их даже встречала с коляской. Я чуть со стыда не умерла. Почему мне стыдно? Вот у меня муж гулял от меня. Я знала потом после развода, кого он трахал. Почему мне стыдно их встречать? Им не стыдно. Им вообще. А мне стыдно. Ну, я ни в чем не виновата. А мне стыдно. Светлана подписалась на вас. Не, ну, я все равно говорю, такая история у меня была. Мужчина был, правда, красавец, умный. Ну, я подумала, ну, он меня младше на 10 лет. Но я подумала, замуж не будем мы там жениться. Ну, просто-просто мы с ним встречались. Просто приятно проводили время. У нас были общие друзья. Мы даже вместе куда-то ходили. У меня даже мысли не было, что у него дома беременная жена. Вообще не. Он говорил, я не женат. Ему такие отношения подходили. Жаль, что часто брешут. Ну, да. Я просто не понимаю, как это можно так сбрыхать. Ну, не понимаю. Если я вижу, что человек, вот я вот, допустим, ну, вот вижу, ну, это люди, нарциссы, им не жалко, не людей никого. Вот я, допустим, если увижу, вот мужчина ко мне потянулся, он меня там полюбил, он ко мне хорошо относится, все. Ну, как, как можно вот так его, ну, как? Я лучше сразу скажу, если мне он не подходит, я скажу, прости, у меня было такое. Прости, ты мне не нравишься. Все, у нас ничего не будет, не надейся. Сразу оборву и все. Эти же специально это делают, врут в глаза. Зачем это делать? Я не понимаю. Я потому что так никогда не сделаю. Я не смогу, ну, я не смогу так сделать. Ну, как это вот, ты видишь, ты замужем, ты видишь, в тебя влюбился человек, ты с ним встречаешься, и ты говоришь, нет, я не замужем, и даешь надежду человеку вообще. А стопудово вернула бывшая, он с вами подумал, что он орел, но не вывез. А что он не вывез? Вот мне все пишут. Он не вывез, он не вывез. Что он не вывез? Он меня не содержал. Ни одной копейки он не дал. Ни на меня, ни на Софию. Это в ютубе комментарии, тоже к моим этим. Он тебя не вывез. Он не захотел тебе деньги давать. Слышишь? Он на меня вообще ничего не давал. Мы продукты покупали напополам. И то, я то, что София покупала, я с него не высчитывала. Коза будет стримить. Уже мужики спросили, эко-коза. А, про отношения меня не вывез. Не знаю, как это меня не вывез. Я не понимаю. Но если у тебя есть бывшая, которую ты любишь, которая тебя выгнала, ну, блядь, ну скажи это женщине. Скажи, вот честно, вот я бы сказала, допустим, у меня есть бывший, которым я еще надеюсь отношения. Ну, я с тобой, я бы такая дурная, я бы так бы сказала. Ой, да нахрен он такой нужен? Да я вас понимаю, что он не нужен. Ну, так а шо ж? Ну, я ж переживаю, я не железная. Деньги надо зарабатывать. Спасибо. И сейчас в Канаде, просто я не понимаю эту женщину. А верит Бог, играет в азартные игры. Мимоза. Ну, если ты что? Спасибо, Марина, спасибо, спасибо. Если ты не понимаешь женщину, и что? Не понимаешь, пролисни дальше, найди тех блогеров, которых ты понимаешь. Спасибо, Мариночка, спасибо. Я не понимаю эту женщину. Не понимаешь. Есть много других блогеров. Перешла. И смотри тех, кого ты понимаешь. Да, я сейчас в Канаде. К вам на страницу часто заходят. В смысле? Как заходят? Ну, у меня 2 миллиона 300 тысяч лайков. Ну, наверное, часто. Валентина, нет. Я даже программу показываю, как они врут. Историю придумал. Как вам вот интересно? Вот она врет, вот она врет. Ну, врите вы, играйте вы. Сегодня без МАТа уже прогресс. Я стараюсь. Мы с тобой землячки. Спасибо, Марина. Откуда вы? С поселка моего. Олеська смотрит. Олеська, смотрит. Как дела? Спасибо. Так, девочки. Одно сердце подарили и 9 пончиков. Еще 41 пончик, еще 9 сердец. Спасибо, спасибо. Мне надо еще немножко, еще немножечко для меня, чтобы заплатить этому же бухгалтеру. Была с Луганской, сейчас Киев как дочка. Дочка нормально, пошла работающая до тына. Целый день лазит. Спасибо, 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 спасибо. Я из Дергачевского района. Но я жила в Малой Даниловке у тети, как война была. Так. Дима Сикорант Брест. Не хочешь? Панус Сялян играет. Не хочет. Какой-то майкский. Хочу 3 миллиона. Пусть идет, знакомство зайдет, не понравится, уйдет. Ну да, я тоже так думаю. А когда тебе нужны эти ботинки? Я не знаю. Ну если что, если сегодня, то возьми мои. Правда у меня 40 размер, у нее 37. Что не тут, что. Я не тут, что мне здесь говорили. Пусть я попробую. Ну, суть поработала, я жила сейчас пока дома. Найди себе дедушку. Да я бы нашла. Если бы дедушка был такой приличный, чистенький, меня любил бы. Ну не сильно прям 80 лет. Но если было 60 лет вот так. Ну максимум 60. Я бы пошла замуж. Честно, они любят очень молодых. Заботиться будет. Надо, надо пробовать это пирожа. Пусть пробует. Ну, уже лучше. Так я ж ничего не говорю. Она уже давно ищет. О, хомячки. Квитка якась. 200 зрителей. Что за квитка? Не хочет квитка. Так. Что, Змея Горыныча позвать? У него 35 зрителей. Что-то у меня за Райан. Господи. Спасибо. Сердечки, пончики. Баба до работы. Моника. Я работаю день и ночь. Сейчас пойду, буду всю ночь ебашить. В клининге. Очень тяжело. Мыть унитазы. Мыть офисы. Такие интересные. Они думают. Вы смотри. Моника. Ты смотришь тикток. А я веду. Ну вот в чем различие. Баба до работы. Ты смотришь. А я веду. Ты развлекаешься. А я работаю. Это моя вторая работа. Почему ночью работать? Потому что мне поставили ночные смены. Потому и ночью. Если бы меня попросили за лоб. До встречи. Я бы тоже. Так Влад мне что-то там написывает. Сейчас гляну. А, пластинки. Он собирает пластинки красивые. Я бы тоже не давала никакой залог за встречу. Что это у меня за район? Господи. Так. Ладно. Случайных. Ой-ой. Лежатый языком терпатит. Я заставляю звезду. Обесценивание. Обесценивание. Это больная голова. Чуть-чуть выше. Да. На 50 центов. Чи на 70. Нужно искать все мужчины на платных сайтах. Они серьезно относятся. Мне жалко платить. Американские солдаты. Ой, мне тоже. Помните, на почту раньше было. Пишут солдаты всякие. Я солдат. Там. Своевал в Иране. Раненые. Я живу в Калифорнии. Познакомьтесь. Спасибо. Ну, гей-гей. Мне вообще все равно. Хай хоть кто. Ой, я уже устала. Сейчас пойду. Уже полтретьего. Спасибо, что задонатили. На карточки все. Если бы еще кто-то на PayPal скинул. Вот мой PayPal. Было бы вообще хорошо. Вных кордон червяный. Но он, правда, Реша-то мало на меня обижается. Ну, давай в батл пусть выходит. Так как я его в батл позову? Если он на меня не подписывается. Я ему и так уже пишу, пишу. Добавь меня, добавь. А он не добавляет ни хера. Он не видит. Нас время перевели. Ладно, пошла, ребятки. Я шусь уже, правда, устала. Все. И так уже сколько? И 3-4 часа. Он на 8 марта подарил гадалке Олесе. Ой, вот эта гадалка Олеся, он ее рекламирует. Я вас умоляю. Вы че не понимаете, что это реклама? Она ему платит бабки, чтобы он ее рекламировал. Какое там кольцо с бриллиантом? И Надя, это тоже поджигают эти свечи. Каждый на эфире он говорит про эту гадалку Олесю. Пока, пока. Я языком показывал. Все, пока. Пошла я собираться на работу. Сейчас посмотрю, насколько мне. Наверное, уже сейчас на 5 на работу. Вот наивные люди. Там, да, люди такие глупые. Я вообще не знаю. Все, пока. Пока, пошла я устала уже. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.